Рогатые, гордые, смиренные, мощные, свирепые и массивные представители животного мира из рода быков. Быки, являются неотъемлемой частью фауны нашего мира, которые распространены по всей планете. Выделяют более 50 представителей этого рода. Мы покажем самых агрессивных и массивных представителей рода быков, которые могут прогнать или даже убить любого обидчика. Сегодня мы попробуем определить самого сильного быка на планете. Перед началом подпишитесь на канал чтобы помочь развитию канала. Начинаем. Индийский гаур – самый крупный представитель дикого рогатого скота. Этот вид быка считается самым большим, сохранившимся до сих пор в дикой природе. Действительно, масштабы его туловища потрясают, в высоту быки вырастают до 3 метров, а по въесу достигают 1600 килограмм и более. Большая часть популяции находится в Индии, в Пакистане, в Мьянме и других близлежащих странах. В Индии даже вывели одомашненный вид гаура – гаял. Они имеют меньшие размеры и активно используются в хозяйстве. Несмотря на столь внушительные размеры, животные отличаются спокойным и миролюбивым нравом. Взрослые самцы гауры практически очень мало подвергаются нападениям хищников. Напротив, они сами в большинстве случаев прогоняют хищников. Тигры стараются не связываться с взрослыми гаурами, потому что гаур может нанести смертельные травмы тигру. Тигры хоть и находятся на вершине пищевой цепи, но взрослого гаура скорее всего они пропустят и будут искать более легкую добычу. В основном гаур обитает в лесах и им нужна постоянно питаться растительностью. В битвах с другими видами быков может вполне быть в лидерах наряду с бизоном и африканским буйволом. Американский бизон – еще один крупный представитель семейства быков. Бизон не сильно уступает весе гауру, и может весить до 1500 кг, среднее значение от тонны до 1200 кг для быков. Рост доходит до 2 метров, с виду может казаться неуклюжим и медленным, но на самом же деле развивает скорость до 70 км в час, и может бежать так на большие расстояния. По данному показателю не сильно уступает лошади. Бизон миролюбивое животное, но не сильно любит когда нарушают его личное пространство и обычно прогоняет виновного, но может и смертельно ранить его напав на него. Самцы бизонов очень сильные и часто впадают в ярость, устраивая разборки между собой. Их битвы бывают агрессивными и резкими в движении, каждое столкновение лбами и удары рогами может стать для других существ смертельными, но не для бизонов, они часто практикуют соперничество между собой, как бы набирая опыт. Каждый удар рогами сопровождается огромной силой вкладывающейся в него, и клочками шерсти разбрасывающейся на поле. И никто просто так не захочет уступить. У взрослого самца бизона естественных врагов нет ввиду большой массы и силы. Но медведи применяют быструю атаку для поиска детенышей бизонов и впоследствии утащить их. Такие нападения удается им если самка бизона слаба или не хватает опыта для защиты своего детеныша. В большинстве же случаев им удается защитить своего детеныша и оставить медведя ни с чем. Но медведь так быстро не сдастся и будет искать еще возможности добыть себе пищу. Если медведю сразу же не удается добыть пищу и остается на территории бизонов, то следующим мгновением бизоны объединяются и нападают на обидчика. Стоять на пути стада бизонов плохая идея, ведь они настроены убить нападавшего, и им это с легкостью удастся если он не отступит. Но медведь не будет стоять у них на пути, ведь он сможет попробовать поохотиться и чуть позднее. Нелегкой добычей будет и невзрослый бизон, который также может поранить медведя, медведь же выбирает тактику обхода дабы не попасться под натиск бизона. Самцы же бизонов при появлении вблизи стада незнакомцев становятся агрессивными и будут гнать чужаков села и их территории. Нападать на взрослого бизона не лучшая идея для медведя, ведь удар бизона кроет в себе всю мощь большого тяжеловеса. И приближение такого зверя-медведю как-никак пригодится умение лазить по дереву. Еще угрозу молодым бизонам представляет волчья стая. Северные волки – крупные хищники, которые могут весить до 100 килограмм и больше. Командная работа волков находится на уровне, а их тактика – это окружить бизонов, выбрать слабых и гнать их до полного изнеможения, ведь как мы знаем волки самые выносливые хищники, и бежать им несколько часов на большой скорости не составит большого труда. Напротив бизоны сильнее их, и любой удар может быть смертельным, но ловкость волка помогает им уходить от таких ударов. Бизоны являются крупнейшими представителями рода быков, отличаются яростью в битвах и сильными ударами, среди представителей рода быков могут занять лидирующее место. Африканский буйвол, также является одним из крупнейших представителей рода быков, весит в основном до тонны, но и встречаются особи побольше. В высоту обычно до 2 метров, ведут стадный образ жизни. Буйволы могут развить скорость до 60 км в час. Самцы буйволов крупнее и сильнее самок, также отличаются яростью, буйволы старше 12 лет становятся буйными и могут нападать без особой причины, поэтому они отделяются от стада и ведут одиночный образ жизни. Такие буйволы часто нападают на туристов и на других животных. Также у самцов бывают ожесточенные битвы между собой, которые нередко заканчиваются травмами и кровопролитием. Драки больше походят на толкание, чем нанесение ударов в отличие от бизонов, но все же лучше не проверять силу буйвола другим животным. Буйволы даже могут помериться силами с носорогами, гиппопотамами и даже слонами, хотя сильно уступают им по массе. Смелости буйволам не занимать. Главными врагами для буйвола являются львы. Охотничьи навыки прайда позволяют им охотиться на больших самцов. Лев в одиночку хоть и может убить самца буйвола, но все-таки если не мучает голод, то пропустит добычу и получить травму при такой охоте велика. Лев в основном нападает на буйвола из-за спины, поэтому в одиночку одолеть буйвола будет крайне тяжело. Идти на таран против такого тяжеловеса это смертельно опасно для льва. Также одиноким буйволам опасность представляют гиены, они как бы изматывают жертву кусая их изо всех сторон, повалить сразу буйвола, уж тем более нападать на них в одиночку гиены не осмелится. Африканский буйвол один из крупнейших быков, по сравнению с другими предыдущими представителями уступает им по массе, но все-таки может побороться за лидера в рейтинге сильнейших их представителей. В схватке с домашним крупным быком, буйвол показывает свое превосходство. Другой представитель рода быков, индийский или водяной буйвол, он чуть меньше африканского собрата, и весит в основном от 700 до 900 килограммов. Некоторые особи могут весить больше тонны, они живут вблизи водоемов и спасаются там от жары и утоляют жажду. Отсюда и название водяной буйвол. Главным врагом выступает тигр, который охотится на молодые особи, но на взрослого самца редко нападают, так как он может весить до тонны, и в одиночку одолеть будет непросто и представляет опасность также и для тигра. Данный вид буйвола одомашнивается и используется в хозяйстве, нередко домашние буйволы впадают в ярость и нападают на людей показывая кто тут хозяин. Индийский буйвол хоть и не сильно мускулистый, но все же может составить конкуренцию в рейтинге сильных представителей рода быков. Самый большой представитель из рода быков в Европе это зубр. Зубр внешне очень схож бизонам, по массе зубр полегче своего американского собрата. Из-за большой массы, покажется, что зубр медленный и неуклюжий, но это на первый взгляд, он может развить скорость до 60 километров в час, что неплохо для здоровяка который весит в основном до тонны. Зубр очень силен, что дает ему право не бояться хищников. В одиночку ни один зверь не осмелится напасть на взрослого зубра. Зубры также часто устраивают поединки за право быть сильнейшим в стаде. Поединок носит бескомпромиссный характер, яростно нападая на соперника. Иногда поединки затягиваются на час и больше, но в конце концов слабый уступает поединок более сильному. Главный враг зубра это волчий стая. Тактика волков изм отывает зубра, кусая со всех сторон, в конце концов зубр истощается и сдается. Но на взрослого зубра стая нападает крайне редко, больше выбирают молодых особей. В битве за лидерство достойный кандидат, немного уступает в массе, но это компенсируется имея сильное переднее туловище и неуступчивый характер. В наш список попали не все представители рода быков, а только наиболее преобладающие в массе. Список также может дополнить як, который весит до тонны, и может вполне помериться силами с другими быками. Вы можете также написать в комментариях свой рейтинг лидера, который сильнее на ваш взгляд из рода быков. Дополнить вид быка, например домашние быки или боевые испанские быки, которые участвуют в коридах, и обосновать почему именно данного вида быка вы считаете лидером. Бизон имеет сильное переднее туловище, большой лоб с помощью которого наносят сокрушительные удары, и массу которая не сильно уступает гауру. Серебро же достается гауру, основным преимуществом которое является масса быка. И бронза достается африканскому буйволу, которая не хочет уступить лидерство в рейтинге, даже не уступая другим более крупным тяжеловесам Африки. На этом все, не забудьте подписаться на канал и написать в комментариях свой рейтинг лидера который заслуживает золото.